Ну что, фриц, спёкся? Нечего голосовать, куда не попадя. А там... Ну-ка, это у тебя что такое? Не моя тайна, не могу сказать. А я знаю, а я знаю. Мне папа рассказывал, что вы, ковальчики, всей семьёй на этой ладоньке клятву дали. Клянусь, хранить нашу... Тихо, Генрих, молчи. Вот, лучше образ целуй. Но, если что, Боженька всё увидит. Клянусь, хранить тайну. Адам? Вы? Божем, вы, Адам! Сашист проклятый. Стоит лет на двадцать уехать, и старые друзья вместо родного имени Генрих величают тебя фашистом. Нехорошо, Адамка. Чего? Генрих? Ты? А мы же думали, что ты давно, а ты жив? Ты чего на себя напялил? Ты что, фашист? Да какой я фашист? Так, видимость одна. Да свой я. Кстати, хозяйка, вам не нужна хорошая, да воемая, яловая кожа? Так вы, значит, са, это самый наш местный, это добро. Ну, добро, так добро. Только для всех остальных я, Генрих Штрауба, пришёл к вам, чтобы заказать новые сапоги. Старые жмут. Ага. Ну, добро, добро. А чего такого, домомился? Да, ладная легенда, чем надо, да поможем. А сапоги я и за правду могу справить. Ну, так придётся, дед, ты же обещал. Мне, правда, уже уходить пора. Само-то ж надо с вами, немцами, воевать. Командиру, передай, что необходимую информацию в лаборатории я соберу. Пока сведения скудные, передавать в центр нечего. А что вы с этой лабораторией цацкайте? Взорвать я к чёртовой матери, и всё дела. Ну, он ж ты и прав. Я вам взорву, охламоны. Разузнайте, что я як. А уж потом, с божьей милостью, под знамением Ленина Сталина, аминь. Ха-ха-ха. Так, решено. Немецкие склады штурмуем завтра. Без оружия и провианта нам край. Детали никого посвящать не будем. Будем только знать мы с тобой, ну и Адам Ковальчик. Ковальчик? Я ему не доверяю, зараза. Профессия у тебя такая, Андрей, не доверять. А как склады собираешься штурмовать, если командир диверсионного звена не в курсе? Я понимаю, Педа. На всякий случай бдительность проявляю. Ну-ну. Кит, пронзенный стрелой великана, из глубины плевет на север. Странный текст. По туманности выражение вполне может соперничать с Катриной Минострадамуса. Врач видит человека во всей его слабости. Юрист во всей его подлости. Теолог во всей его глупости. Я теолог. Что же тут непонятного? Мы нашли домовую книгу, все в одном крыле замка, правильно? В общем, возьмите солдат для землеройных работ у нашего друга, у коменданта. Нужно искать кита и стрелу великана и воду. И мне кажется, я знаю, где это, Генрих. Мы в полушаге от развязки истории. Какой истории? Нашей. Нашей с вами истории. Шифровка пришла из центра. Плохие новости. Плохие новости были 22 июня. Все остальные неприятные. Что там? Да задачу ставят. Будто у нас своих проблем нет. Только ты говори яснее, либо вообще ничего не говори. Если из центра, приказ. Приказ, приказ. Чтобы его нужно найти немецкого агента и уничтожить. Ясно. Только непонятно, где он? Везде. Наш командир, чай готов. Спасибо. Спасибо. Ох, не вовремя. Не вовремя эта вражина к нам приехала. У Адама уже все готовы к штурму складов. А тут холероясная ищет иголку в стаде сена. Ориентировка есть какая-нибудь на него? По данным Москвы, к нам прибывают двое. Так. Один наш разведчик, второй немецкий шпион. Тот, который шпион, будет интересоваться лабораторией. Попытается помешать ее уничтожению. Шпиона уничтожить, разведчику подчиняться. Вот и все. Приказы не обсуждаются. Будем выполнять. Товарищ командир, здравия желаю. Разрешите доложить? Давай, 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 отдам. Можно без предисловий. Есть новость из города. Ладно. У деда Языпа появился человек с паролем из центра. Опа. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Очень интересно. Зовут Генри. Давай. Это немецкий офицер. Но он наш. У него есть все полномочия от центра. Сказал, пока все отложить, занимаемся только лабораторией, в которой немцы секретничают. В лаборатории? В лаборатории, говоришь? Вот это новость. Как говорится, на ловца и зверь бежит. Слушай, Адам, к штурму складу все готово? Да. Посты малочислены. Можно сказать, что их вообще нет. Караульная рота находится в городе. Солдат возят на машине. Так что я думаю, что проблем не будет. Проблем не будет? Да твою мать! Ты какого... Извини, слов нет. Кипиш в городе навел, а? Постов у тебя нет. Так они появились. Всю ночь немцы усиленный режим в городе вводили. Это тогда, когда мы склады собираемся брать. Виноват, товарищ комиссар. Там случайно все получилось. Адам, я первый раз буду считать, что это случайно. Во второй раз я буду считать, что ты враг. Понял? Так точно. Ну-ну. Я промолчу пока. Да. И еще. Ликвидируешь этого Генриха. Кого? Генриха. Ну что? Что, товарищ комиссар, я же вам говорю, что он... Это приказ! А право! Шагом марш! Генрих, Генрих, этот холм и есть кит. Стрела. Вода. Вы понимаете меня? Огромный кит из глубины воды. Пронзенный стрелой великаней. Понимаете? Значит, это должно быть здесь. Семь метров. Семь метров на север. Семь метров на север. Здесь. Это здесь. Это здесь, Генрих. Что встали? Давайте за работу. Питер, вам долго, может быть, мама? До сути я один справлюсь. Благодарю, Генрих. Мой помильный герб. Девиз. Быть выше обстоятельств. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Понятно. Сила, кровь и почва. Неужели идеология Третьего рейха стала частью вашей личности? Да, да. Кровь. Кровь – это не просто слова. Кровь – это информация. Обо мне, о вас, о мире, о вселенной. И тот, кто этого не понимает, будет просто копать. Шнелло! Быстрее! Работайте, работайте! Ну, а дограбили поместье уже русские солдаты тоже. Долотых апостолов искали. И только управляющий их очень хорошо спрятал. Жалко его. А что с ним стало? Повесили. Прямо на площади. Но только люди его до сих пор помнят. Герой, потому что. А что ты там рисуешь? Вот. Ух ты! Похож. А то, талант! На Доминика Радивилла я похож. Мы же с вами последние из восточной ветви. Опять двадцать пять. Скажи, кто тебе такие дурные мысли в темя же? Простые мы крестьяне, наши предки были. Ведение мне было. Документов, правда, нигде нет. А я-то знаю. Слушай, а ты мне это парадный портрет нарисуй. Я заплачу. Окей. Только платить не надо, дядя Григорий. Вы мне истории, я вам портрет. Это не может быть. Они... Они должны быть здесь. Где я ошибся. Почему? Где я ошибся? Доктор, вам нужно отдохнуть. Идемте. Да. Да. Мне нужно набраться сил. Прежде чем общаться с верхним миром. Я отписал дорогой матушке, чтобы ждала посылку. То-то она удивится. Останови машину. Бежать! Машина! Я же предупреждал. Никакой информации о золоте. Военная цензура недаром ест свой хлеб. Что ты творишь, Вилли? Я водитель с ним. Будь остальных. Будут вам не сдачки, ордена настоящие. Что ты здесь сделаешь, а? Понять! Дядюшка Вилли не так глуп, как хотелось бы некоторым его друзьям. Я просто написал, чтобы посылка дождалась меня. Мы вскроем ее вместе с матушкой за рождественским столом. На Рождество у меня отпуск. Как романтично. Старушка-мать с убийцей и сыном делит еврейское золото за рождественским столом. Не трогай мою мать. Два офицера. Так, стреляем по ногам. Это была шутка. Черт подери. Видели? Видели? Да я их грохнул. Я! За мной! Берем недобитого и уходим! Быстрее! Догнать гадину, что в лес убежала! Не надо! Не убивайте меня! Я не сам! Я не сам! Не приказай! Не убивайте меня! Не надо! У него такой вид, будто он обделался. Он и правда обделался. Он испуган. Это хорошо. Как тебя зовут, Зольдан? Меня зовут. Адам Ковальчик! Адам Ковальчик! Давай я отстрелю эту ногу эту голову. Знакомься, Вилли. Это наш новый друг Адам. Он поможет нам бороться с партизанами. Будешь помогать нам побороться с партизанами? Буду, буду! Собакой вашей буду! Собакой! Все расскажу! Есть приказ! Есть приказ! Завтра будут на склады ваши нападать! Днем! Днем! Что еще? Еще? Есть! Есть приказ из центра! Ликвидировать вашего офицера! Генрих! Кажется, Генрих его зовут! Я всегда был против совет! Хорошо, хорошо, хорошо! Хорошо, хорошо! Каждый день будешь переходить сюда, сесть на это место и приносить записку нам! Буду, буду! Если нет, твое фото будет висеть по всему городу! Не, 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 не! Обойтись с нами! У тебя есть шанс остаться в живых, согласен? Я согласен! Я все сделаю! Отпустите меня, а? Пожалуйста! Гот! Хорошо! Очень хорошо! Очень хорошо! Бежит! 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 Не надо! Не надо! Не надо! Бежит! 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 Вы не пунктуальны! Вагнер ждет меня с машины уже три часа! Извини, дружище! Обстоятельства! Твои друзья чуть не погибли, а ты переживаешь из-за таких мелочей! Это не мелочь! Вы плохо знаете доктора! Для него каждая минута на вес золота! Считаем мы твои должники! И свои долги возвращаем сразу! На тебя начали охоту партизаны! Что за бред? Информации с первых рук! Да, да! От источников в партизанских кругах, пожелавшего остаться, неизвестно! Одного не пойму! Какого черта ты им сдался? Усилить охрану всех складов! Твоечка Миссар, рейд у немцев был или что, я не знаю! Мы отстреливались, мы хотели уйти! В окружение попали, начали... Моих ребят сразу положили! Я троих фрицов своих! Моими руками! Успокойся! Как ушел? По лесу? Странно... Какого... В лесу засада? Да ждали они нас! Ждали! Товарищ Комиссар, крыса у нас в отряде завелась! Ждали они нас! Ждали, товарищ! Ждали их, суки! Да... Дела... Похоже, на самом деле история хреновая! Галя! Забери Ивана! Товарищ Комиссар! Здравствуйте! Здравствуйте! Заходите! А где дядь Язеп? А он за все нам поехал! Что-то срочное? Ну что ж, придется вам все рассказать! На ты! Чай будешь? Буду! Садись! Что случилось? Немцы усиливают охрану складов! Они постоянно что-то усиливают! В общем, если что-то намечено, надо отменить! Связной будет завтра, я передам! Это все? Нет! У вас в отряде придать! Так не может быть! Можно! А можно я вот так? А? Пожалуйста! Пан Григорий! Слушаю вас! Пан Григорий! Я вас прошу, как христианина! Отдайте мне то, что теперь по праву принадлежит мне! С чем вы говорите? Я вас не понимаю! Вы прекрасно понимаете! Отдайте! Или божья кара настигнет вас, как настигла этого Иуду Трошкина! Пошел вам с моего двора! Иди голову подлечи! Как угрожать мне будет! Кто сейчас вот... О грею поленом костей не заберешь! Бог все видит, пан Григорий! Бог все слышит! Бог все видит! Это наш не последний разговор! Пан Григорий! Бог все видит! Прекрасно! Настоящий джентльмен! Ушел, не попрощавшись! Оставил даму одну! Наедине с уликами! Бог все видит! Бог все видит! Ушел благодарнича! Мы все видит! field тяшка во Cassis work Поднулись в голову... Бог все видит! Бог все видит! Бог все видит! Бог все видит! Стой! Пошли! Пошли! Вам не жаль постовых? Это война. Беликому рейху нужны эти жертвы. Без этих солдат партизаны заподозрили бы что-то неладное. Начинайте! Есть! Вперед! Бегом! Быстрее! Быстрее! Окружить здание! Живо! Уходим. Уходим. Уходим! Уходим! Уходим. Уходим! Уходим! Трагмаем! Без них. Уходим! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отходим! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уходим! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отходим! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему вы не стали стрелять в него? Он солдат. Он сражается, как герой. И не заслуживает такой глупой смерти. Я уверен, что когда-нибудь сойдут с ним в рукопашной. Заканчивайте по машинам. Возвращаемся. Все по машинам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как тебе результаты операции, Ковальчик? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Виноват. Виноват. Но еще вчера... Вчера. Это было вчера. Почему немцы устроили засаду? Я не знаю этого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В отряде появилась крыса. Возможно. Но об операции знали только мы втроем. Мы с комиссаром носа из леса не высовывали. А ты отвечал за захват складов. Разведчик хренов. Виноват. Готов понести любое наказание, но я не предавал. Не предатель я. Сдать оружие. Сдать оружие! Сдать оружие! Сдать оружие! Товарищи бойцы! По закону военного времени и по человеческому закону партия и советский народ сурово карает предателей и трусов. Перед вами один из них. Именем советского народа за предательство и измену Родины! Товарищи, мужики, мужики, я виноват. Виноват в разгроме отряда, но я не предавал. Не предавал я. Не предатель я, мужики! Прощайте. Погоди, комиссар. Не гони лошадей. Во всем надо разобраться. Под арест его. Тычко, Клименко, под арест! Это приказ. Надо подобраться к лаборатории. Я помню, что под замком есть подземный ход. Хорошо бы туда проникнуть. Есть-то он и есть. Только кто же тебе туда пустить? Там сам Джорд ногу взломит. Родзевиллы не дураки. Строили на совесть. Чтоб всякие любопытные попадали в ловушку и дохли там, как мухи. О! Сколько там народу сгинуло! Жуть! Так что вряд ли. Адам знает ходы. Он так часто от немцев уходил. Вроде стоит посреди поля, а выйдет на краю города. Его поэтому командиром дирекционной группы назначили. Только поэтому? И поэтому тоже. Скажешь командиру, что мне нужен Адам? Я сегодня вечером встречаюсь со связной и все передам. Кстати, мне пора уходить. Да, мне, кстати, тоже пора. Увидимся позже. За разгром советско-партизанской, Как ты там сказал? Медузы? Гидры. Вот именно. За нас. Мы сделали. Мы смогли. Мы их покрошили, как кислую капусту. За победу, господа. Сегодня мы разгромили целое гнездо бандитов. По случаю чего праздник? Дружище, Генрих. Садись. Выпись с нами за разгром лесных бандитов. Ох, и надрали мы им сегодня задницу. Спасибо нашей говорливой птичке. Адам. Мой Адам. Храбрый солдат. Отличная новость, господа. Не вижу повода, чтобы не выпить. На здоровье. Если у вас победа, то у нас с доктором сплошные разочарования. Какой-то идиот, начальник, не пускает нас во вторую половину замка. Отто, может, вы поможете? Нет. Только не туда. Там же секретная лаборатория. Скоро у нас в Рейхе даже сортиры будут секретными. Там все строго. Они выловили из Днепра какое-то тайное оружие советов и что-то там исследуют. Только я этого не говорил. Круто. На ту деда и кури его после обеда. А купи, красавица, мужу-папероску. Будешь шубу носить, а не обношку, а? Я деду. Деду? Деду табачку насыпем. Табачку насыпем. Табак чистый мед. Я давят ряд, что не совались никуда. Миницы усилили охрану с головой. Вот я тебе предатель. Не знаю, поздно. Побили наших много. Адам. Плохо. Адам. Хуже арестовали его. Предатель твой Адам. Что ты плетешь? Вот прямо сейчас мои люди берут сто мирных жителей прямо с улицы. А завтра с улицы. Завтра мы всех расстреляем. И все поймут, что партизаны плохие ребята. мне нужно выйти. Я ненадолго. Отпускаю. Но потом сразу к нам. Они там совсем с мопс ходили? Начальство виднее. Человек из центра удал приказ. Ему срочно нужно Адам. Так и передай. Да, верно. Я тоже сомневаюсь, что Адам предатель. Столько немцев на молоте. В этом вряд ли. Это же только ваши любят. Это правильно. Давай, давай. Приходи, красавица. Табачок мой деду понравится. Ну что, дурно? Догонение! Вздохнешь, сука! Не хотела по-хорошему. Вздохни! Встремайте! Это важно! Пикола! Давай! Стоять! Стоять, я сказал. Он жажду удалит лишь за труды. Он жажду удалит лишь за труды. Жажду, жажду сокрыв. Секрет. Подземных избаяний. Подземных избаяний. Так. Так, точно. Теперь. Теперь это и мой секрет. Это и мой секрет. Камни. Камни там. Точно. Точно. Камни там. Новый хозяин идет к вам. Камни там. Сокрыв секрет подземных избаяний. Точно. Камни там. Ваши солдаты взяли в заложники внучку сапожника, у которого я шью сапоги. Представляете, как он мне их сошьет, если ее расстреляют? Гвоздями внутрь. И намажет стрихненом. Скажите мне, Штольберг, а как закон военного времени относится к мародерам? Не понял. Недавно некий полицай по имени Юзик хвастался, что нашел в гетто целую кучу золота. И... Вранье. Тут все бредят золотом. И если бы он не светил везде массивной золотой цепью, то я тоже подумал бы именно так. Господа, операцией в гетто руководили случайно не вы? И что с того? Мы разберемся. И? Что вы хотите за столь ценную информацию? Вы отпускаете дочку сапожника, а я забываю о гнусном вранье какого-то дурака-полицая. Что ж... Вполне дельное предложение. Дайте время нам подумать. До утра. До утра с вашей пассией ничего не случится. Слово офицера. Подумайте, господа. До утра. Встретимся на мосту. В шесть. Мы проведем маленькое расследование. Договорились. И без глупостей, господа. Утром на мосту. Надо их кончать. И полицая. И этого влюбленного в выскочку. Не волнуйтесь, Ото. Завтра утром, как говорится, я одним выстрелом убью двух зайцев. Лили. Лили. Этому Генриху Адам нужен. Срочно. Своих вражина выручает. Жалко ты мне тогда эту суку Ковальчика не дал перед строем. Так и сделаем. Завтра. Адама не трогать. Чего? Вы его отпустите. Это приказ. Я надеюсь, вы не сомневаетесь в моих полномочиях. Вы чего? Отпустить предателя? Да на его совести. Товарищ Шмель, не лезьте в оперативную игру, в которой вы ничего не понимаете. Адам нужен нам в городе. А вы не знаете детали всей операции и никогда не узнаете. А ваша дама очень нам поможет. Ну, все понятно. Вам в центре там видней. А я перекурю и спать. Семь метров на север. Они здесь. Одну минуту. Да, обходить. Силья Генрих, я тоже рад тебя видеть. Они здесь, я нашел их, я нашел их, о всемогущий Телем, о всемогущий Телем. Какого черта вы здесь делаете, Фогель? Бекетов? Здесь я Бекетов. Неужели ты мог подумать, мой дорогой Генрих, что, поручив тебе столь ответственную и серьезную операцию, и я не буду тебе помогать. Значит, контролировать меня приехали? Не контролировать, Генрих. Помогать. Кстати, лабораторией теперь занимаюсь я. Ты что-нибудь узнал про нее? Пока ничего. Я отстранен от задания? Наоборот. Теперь это тень доктора Вагнера. Запомни, от него не на шаг. Это приказ. Утром в шесть, на мосту. Твой интерес встречу назначил. Штольбергу. И дружку его, Вилли. Спасибо, Клава. Я у тебя в долгу. Доброе утро, господа. Я не помешал вашему допросу с пристрастием. Что вы, Генрих? Наоборот. У нас получилось некое подобие очной ставки. Встать, собака! Встать, я сказал! У меня гроши есть! У меня гроши есть! Я вам дам! Не забивайте! Не забивайте! Наш друг Йозеф считает, что вы, Генрих, на него наговариваете. Пусть считает и дальше. Мы-то с вами знаем всю правду, не так ли, господа? Но маленькая услуга с вашей стороны, и все останется между нами четырьмя. Предлагаю уменьшить количество свидетелей. Отлично. Теперь мы можем спокойно ехать освобождать девушку. Как договаривались. Наглец. Я думал, вы умнее, Генрих. Доктор Вагнер будет расстроен. Как жаль. Партизаны убили подающего надежды помощника. Хотите помолиться, Генрих? Не переживайте, Генрих. Мы еще обязательно встретимся. В аду. Не переживайте, Генрих. Мы еще обязательно встретимся. В аду. В аду. Я. Сейчас. Аааа! Это все раз. Случилось что? А где Стефания? Садись, Адам. Горы. Горы у меня. Стефания ее, Стефания. Что случилось? Что с ней? Да говори ты, дед, что ты из меня жилы тянешь. Забрали ее вчера вечером. В городе заложников брали. За то ли, что вы на склады напали. Расстреляют Стефанию. Все из-за меня. Надо что-то делать. Нужно срочно отряд собирать. Вас и так побили. У меня одна надежда. Найди мне этого Энриха. Он офицер. Ему поверать. Хай да поможет. Предатель он. Шпион немецкий оказался. Что здесь случилось? С вами все в порядке, господин комендант? Пошел вон, идиот. Сами разбирайтесь. Всем из машины. Вилли Гетлинг пал смертью героя. С этим вам придется смириться. Построиться. Гетлинг. Надежный простой парень. Простите нас, Энрих. Мы хотели попугать вас. А они — дикари. Будьте вы прокляты. Варвары. Проклятые места. Проклятые бандиты. Как мне все это сточердело. Нас сюда никто не приглашал. Трудно ожидать от местных жителей гостеприимства. Правильно говорил старина Вилли. Серзат с народами. Нельзя договориться. Их можно только уничтожить. Я выпишу вам пропуск с правом вывода одного лица для проведения следственных действий. Устроит? Вполне. Я тоже увлекаюсь фотографией. Позвольте полюбопытствовать. Смотрите. Ничего выдающегося. Позвольте. Прошу. Спасибо. Очень больно. Нормально. До свадьбы заживет. Я на Бронеевского подумал. Его номер был в распечатке звонков по месту. Модный тип. Я ходил к нему даже, когда ты следил за мной. Возьми там, в тумбочке. Ну, под газеты. Хотел я ему это предложить. Странный какой-то предмет. Улик. Был спрятан в носке убитого. Я не афишировал. Думал посмотреть, кто заинтересуется. Он же немецкий не клянул. Так надо было Григорию показать. Он не успел. Слушай. Я вроде упырю тому, который напал на меня. Я вроде ему руку поранил. В каком месте? Вот тут. Возможно, даже рассек. Ты куда? Это он объяснил. Не волнуйся. Надо кое-что проверить. Что ты ждешь? Стреляй, дамка. Фасольтас? Не понял. Меншхайнерай. А ты, дружище Генрих, далеко не проста. Ты же мне брат назван был. Ты же на образе клялся, сволочь. Я и есть тебе брат, адамка. Проповеда Стефани у меня, но с тобой ее никто не выпустит. Да? Что это действительно не подойдет. Твари. 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 Хорошо. Считаю, договорились. На. На. Стремляй. Потому что если я жив останусь, я тебе из-под земли. Расстреляй. Только одно условие. Стефаня должна быть на свободе. Беременная она. Ну, чего ты стоишь? Выродок лучшего рода. Стреляй! Майшева, в отряд передать надо. Ваша криса. Тучко. Откуда это? Неважно. Там у вас человек из центра должен появиться. Скажи командиру, чтобы присмотрели за ним. Скорее всего, что Бекетов рак. Откуда такие сведения? Сопоставил кое-какие факты. Ты прости, что я тебя чуть не нервил. Бог простит. А за Стефаню не переживай. Да, ты говорил, что лабораторию взорвать можешь. Чего проще? Проводку смонтируем и все. Взрывай. Эти годы Катюшу затопленные нашли. Сейчас изучают. Сделаем. Стефаню не переживай. Что у вас тут творится, господин комендант? Доктор Вагнер, прошу прощения. Я вам все объясню по ходу. Дьявол, прощение. Где мой помощник? Отвечайте. Партизаны. Произошло несчастье. Вилли Гетлин, мне плевать на вас, вашего Гетлинга, и на партизан в придачу. Где Генрих Штраубе? Отвечайте. После взрыва мы поехали ко мне. Мне кажется, что ваш помощник предатель. К дьяволу все, что вам кажется. Так вы знаете, где он или нет? В данный момент я не знаю. Вас совсем не волнует факт, что ваш помощник русский шпион? Нет. Мне все равно, кто он. Меня больше интересует его кровь. Так точно, доктор Вагнер. Доставьте мне его на поле за замком. Простите, куда? А черт. Едем. Я вам покажу точное место. Товарищ командир, разрешите это заложить? Чего тебе, Адам? Прости, родной, что я тебя тогда сразу не расстрелял. Генриха убрал? Нет. Но от него есть новости. Ты что, надо мной издеваться вздумал, урод? Вот опять новости от Иуда твоего Дранова. Да я тебя прямо сейчас! Убери пистолет! Убери, Андрей. Какие такие новости? Я мозг взорвал, вместе с ним еще двумя фрицами. Целую ночь поджидал. Но Генрих, слава богу, жив остался. Жив? Вот он фотокарточку передал. Что? Не может быть. Иван Тачко. А что, если это фото немцы подделали? Предатель твой, Тачко. Он не мой. Только как он про операцию со складами узнал? Вот это я и выяснил. Дело техники. Меня и похрабрее птички пели. Выяснил. А ты поплачь. Тебе легче будет? Я бы и рада, да слез нет. Бог милости. Надо. Бог милый, Астив. Нет никакого бога. Это ты так думаешь, молодая еще совсем. А он есть. Шма, Израиль. Адуна и Лахейну. Адуна и Эхад. Слушай, Израиль. Господь Бог наш, Господь един. Все на выход! Быстро, быстро, быстро! Давай, 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 давай! Ты вон, давай, давай! В сторону. Оглохо, что ли, в сторону! Повезло тебе, дура. Быстрее, быстрее давай! Немцы в этой лаборатории наше оружие секретно разбирают. Так надо взорвать этот гадюшник, черта матери, чтобы ни одна сволочь не вышла. А чтобы вы про Генриха ничего не думали такого. Он тоже просил этих исследователей взорвать это. Ты что ты медлишь? Люди нужны. Сам справлюсь. Действуй. Есть. Товарищ комиссар, я не виноват. Это Ковальчик меня оговорил. Ковальчик меня фашисты в ногу ранили. Встань, мразь, из-за тебя столько наших полегло. Товарищ комиссар, это Ковальчик виноват. Он меня оговорил. Я не виноват. Это тоже Ковальчик нарисовал. Это не я. Это не я, товарищ комиссар. Не я. Не похож совсем. Понятно теперь, как ты из окружения вышел. Тоже своих предал, да? Я все расскажу. Не убивайте меня. Давай я все расскажу. Тихо. Расскажешь. Тогда умрешь быстро. Генрихт. Знаю. Ничего не говори. Иди где-то, а то он все глаза проплакал. И будьте осторожны. Такое чувство, что беда сегодня ходит за нами по пятам. Не стойте, как баран. Помогайте. Я. Хорошо. Еще немного. Товарищи партизаны, среди нас оказался предатель. Вы все его хорошо знаете. Он перед вами. Вы делили с ним последний кусок хлеба, а он предал вас, чтобы спасти свою сучую и никчемную жизнь. Но партия и советский народ сурово карают предателей трусов. Товарищ Сталин издал приказ беспощадно давить фашистскую гадину. И мы ее раздавим. Я просто сейчас это не хотел. Я не хотел, я не виноват. Отпустите меня. Отпустите меня. Именем трудового народа за предательство и измену Родине Иван Тычко приговаривается к исключительной мере. Падлые суки большийские. Давно вас надо было. Я бы вас своими зубами крыз. Ненавижу. Закопайте эту собаку во враге, чтобы следа от нее не осталось. Убрать. Григорий, скажите, а что у вас с рукой? С рукой? Угу. А, ерунда. Порезался. Бывает. Бывает. А где? Подрался с пьяницей одним. Копыч его фамилия. Приперся ко мне. И ни с того, ни с сего. Вот и пришлось врезать ему по зубам. А можно глянуть? Зачем? Вот так. Любопытно. Любопытно? А чего тут любопытного? Ну, посмотри. Да, действительно. Следы от зубов. Странно. Ну? Скажите, а у этого вашего Копыча с рукой все в порядке? Как же в порядке? Рассек где-то по пьяни. Вот. Прямо вот здесь. Прямо вот тут? Да. Приперся ко мне выпить, просил, чтобы боль унять. Я не дал. Он на меня с кулаками. Вот и врезал ему в ответ. А где живет этот ваш Копыч? Известно где. Где и жил. Ну, где? Садовая 12. Отлично, спасибо. Позже дорисую. Простите, пожалуйста. Плохо. Чувствую, будет плохо. Быстрее надо. Хозяин? Дома есть кто-нибудь? Есть кто живой? О! Илья, ты чего? Ты что, совсем рюхнулся? Да все знают, что я сюда пошла. Эй, ты зачем мендиль льешь? Тебя не спросил. Ты чего? Приперлась, дура. Вынюхать захотела, зря могла бы жить. Дяденька, да и не вынюхать. Я бы алиментов приходила. Отпустите, а? Хрен вам. Алименты. Поздно. Думаешь, на зоне сладко? Нет. Назад не хочу. Гори, но все синим пламенем. Мне с моими деньжищами. Везде нормально будет. Ты верующая? Немножко, но я исправлюсь. А тогда молись. Зачем вы Трошкина убили? Ну так получилось. Пришел к нему по делам, он спать должен был, а взял да дуплился. Вот пришлось подземелье спрятать. Видишь, я ж почти не виноватый. Так если ты не виноватый дебил, зачем хату сжешь? Это без разницы. Витьку следака я зарезал. Попросил один хороший человек. Так что извини, сестренка, не твой день. Сегодня. Помогите! Не понял. Что за фигня? Кирасо забыл снять. Торопился очень. Ах ты сухая. Достаточно. Все ходы исследовать мы с вами не в состоянии, доктор Вагнер. Тише. Не мешайте. Мне нужно сосредоточиться. Это рядом. Туда. Туда. Они здесь. Они здесь. Мой камень. Он горячий. Что там, доктор Вагнер? Приведите мне сюда Генриха. Что? Приведите мне Генриха сюда. Пусть полумертвый. Без рук. Без ног. Но он должен быть здесь. Быстро. Быстрее. 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 Они здесь. Они здесь. Они здесь. Я нашел их. Я нашел их. Нашел. Они здесь. Они здесь. Как вода наполняет землю и дают ей родить. Так и слово мое, которое исходит из уст моих. Исполняет то, что мне угодно. И совершает то, для чего я послал его. Никто не совсем неудачен. Уберен. Я неудачен. Я ищу. Я ищу. Я ищу. Я ищу. Я ищу. Я ищу. Ищу. Датсу их эс. Руки. Ты кто такой? Не твоё собачье дело, тварь. Убить безоружного человека — это просто. Может быть, уравняем шансы? Почему бы и нет? Дружище, Генрих. Вы куда-то торопитесь о попрощаться со старыми друзьями. Вы забыли, что я ваш должник, а долги надо отдавать. Ты что делаешь, сволочь? Я просто показал, что я настроен очень серьёзно. Хочешь, я сделаю делку в голове этой сучки? Ты этого не сделаешь. Почему нет? Погиб мой лучший друг, Билли Гётлинг, и я очень расстроен. Зачем, сволочь? Я предлагаю сделку. Я отпущу эту бандитку. А вы, Штраубер, едете со мной к доктору Вагнеру. Кто, кто помешался на этих золотых штатуях. И вы ему зачем-то очень нужны. Скорее, не я, моя кровь. Мне плевать, что он хочет. Я выполняю приказ. Итак. Не делай то, Генрих. Генрих, апостолы захоронят нашу землю. Она под небесной защитой. Не предавай. Молчай, здесь говорю я. Итак. Идёмте вот. Ты кто такой? Пошёл ты. Откуда ты знаешь это место? Предки знали. Я знаю. Ты есть хранитель апостолов? Хранитель. Хранитель. Но апостолов тебе не видать. Как своих ушей. Мне очень прекрасный заполни. Ты неwestаешь письмом. Хранитель. Генрих! 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 я буду ждать тебя генрих сегодня вечером провожу тебя в отряд я вернусь Мишка Турошкин не прозвыл он нам всем форум мог дать рыл подземелья днем и ночью все апостолов найти хотел ну что нашел да брехня все это нету нашел он какие-то бумаги на польском а мне по секрету сказал что броненемецкий за эти хроники радивиловские бешеные бабки предлагал но Мишка жадный был не отдал сказал что эти бумаги больше стоят деньги за какие-то метрики если это радивиловские метрики то они бесценны это могущественнейший богатейший род европы а Мишка покойный сказал там еще много свободных сторонец было вписывай хоть бабку свою иступая наследство богатство этих радивилов до хрена еще больше осталось на чего советцы не дотянулись так же нельзя это же мошенничество так я же ему сказал дурак ты Мишка любой следак тебе на этом попле распутает а ты знал Мишка если бил себя в башку все беда вот и пришлось у него эти бумаги того свиснуть по-братски да пана броневецкому оттолкнулась мне на ближайший автобус прошу пани куда вам мужчина який террес отходит рейс на Брест посадка объявлена вот и мне на Брест прошу пани еден билетик спасибо динку и бардзо а зачем было убивать а так получилось ты уж Гришка извини я у тебя клопилин спер подмешал в мешке водку но думал заснет а он дышать перестал ну пришлось его подземелье спрятать кто знал что вот так быстро то найдут не счастливая это тебя господь карает за жадность за твою ну типа того а виктор следователь его то за что ножом а пан броневецкий за него две штуки дал уж больно рьяно ваш следак за дело взялся да и мне интерес был чтоб не рылся а тут две штуки хотя опять просил правда здорово ваш следак оказался чуть меня не завалил сука ментовская а метрики метрики где да известно где у броневецкого бороде а мне две штуки дал рассчитался со мной чинарем так что извините ребят я вам эти деньги не отдам а вось по зоны самому понадобится али али виктор срочного вызывай группу за броневецким срочно потом объясню и Потерпи. Потерпи, я сейчас. Не надо, Генрих. Не надо, это бесполезно. Генрих, я выполнил долг нашего рода. Генрих, не надо. А доктор твой сдох? Гад. Генрих, Генрих, не надо. Слушай меня, Генрих, слушай. Скажи Стефании, кем я был. Ты же знаешь. И отец твой знал. Я хранитель. Как и прадед мой. Адам, которого повесили. Генрих, Генрих, они не должны найти апостолов. Никто, слышишь? Ты теперь последний, кто знает. Спрячь рот. Клянись. 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 Клянусь. Вот и хорошо. Я не жалец. Ладоньку. Отдай, Стефани. Отдай. Пусть хранит тайну апостолов. Они защитники. Это очень важно. Люби ее. Генрих. Люби, как я любил. Люби ее. Люби. 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 Что такое, а? А что случилось? Пан Броневест приехал. Подождите, вы не имеете права. Нет, а… Имеем, имеем, пройдем. Подождите. Подождём, подождём. Так получается, что я поучаствовал в заказухе, ну, в качестве жертвы, правда. А броневесского этого взяли, ну, с метриками. Ну, так и отлично. А ты мне случайность, случайность, мисс Марпл обзывал. Ну, я же не знал, что ты на самом деле переодет Шерлок Холмс. Это хорошо, что вы больной. А то бы что? А то бы врезала за тупые шутки юмора. Ну, так дождись, пока выздоровлю и врежь. Ну, и дождусь. А вот и договорились. Ой. Что? Ой. Что, что, что это случилось? Больно. Где? Так нечестно. А как честно? А вот так. Это вы из-за этих бумажек человека заказали, пан Броневецкий? Он мне мешал. И это не бумажки. А что это, по-вашему? Это? Это мой дом на берегу моря. Это уважение Ватикана. Это слава. Что вам объяснять? Вы все равно ничего не поймете. Да. А как же бог, пан Броневецкий? Вы же человек верующий. Бог милости. И судя по финалу вашей истории, он еще и справедлив. Послушайте. Поехали. Разрешите, товарищ. Разрешаю. Заходи, Генрих. Ну? Какие новости? Надо было ожидать увидеть вас здесь. Векетов. А я всегда говорил вам, Генрих, что как разведчик вы полное дерьмо. Ну что вам стоило не подать виду, а? Ну как наш доктор Вагнер? Нашли апостолов? Доктор Вагнер мертв. Что? Удивлены? Что стоило не подать виду? Вы же не просто разведчик. Мы же пем со стажем, Векетов. Когда вас завербовали? В 20-е? В 30-е? Кровь последнего владельца камня течет в жилах Генриха Штрауба. По матери он родзивил. Сейчас практически все готово для его использования. Мне важно, чтобы он поехал со мной добровольно. Операция подготовлена. Он будет сам умолять вас увезти его отсюда. У вас все под контролем? Более чем. Рядом с ним моя наседка. Магда. Он думает, что у них роман. Отлично. Все сложилось. Приступаем к операции. Городите чушь. Ну пусть даже и так. Но теперь я здесь командую. И для местных партизан предатель вы, Генрих, а не я. И стоит мне сказать вас, они порут вас быстрее, чем вы сможете сказать ой. Спокойно, Генрих. Спокойно. Вы расслаблены. Во всем вашем теле вы ощущаете расслабленность. Приятное тепло, волнами идет по вашему телу от кончиков пальцев на ногах до верхней части головы. А теперь отвечаете мне. Откуда у вас информация обо мне? Отвечаете. Ведь я ваш друг. У Вагнера была фотография. Рядом с ним Бекетов. Бекетов предатель. Не предатель, Генрих. А кадровый разведчик Аббера. Почувствуйте разницу. А предателем я назначаю вас. Товарищ Ка... Что здесь происходит? Пришло время наказать предателя. Ну что вы стоите? Стреляйте! Стреляйте! Это приказ! Я приказываю! Стреляйте! По предателю... Как прикажете. Стреляйте! Эй, герой! Хватит спать! Спасибо вам! Это тебе спасибо! От двух гадов помог избавиться. Жаль, Адама не уберегли. Жаль. Да, позже поговорим о твоей судьбе. Центр тобой интересуется. У них на тебя большие планы, парень. Адам... Снова. Хорошо, что ты живой. Здесь недалеко плита есть. Под ней ход. Ничего себе. Только об этом никто не должен знать. Так моя мать, Стефания, твоя прабабушка, просили передать. И ты своим деткам передашь, передашь. Клянись на образе Богородицы Остробрамской. Клянись землей нашей, предками. Клянусь. Вот здесь был похоронен прадед твой, Адам. Погиб он, но тайну не выдал. Столько искали наших апостолов. И французы, и немцы. Столько крови пролито, но... Хранят нашу землю апостолы золотые. Молятся за нас. И мы храним их. Так было испокон века. Так будет всегда. Над рекой тоску, пепла, Ночь развеет вмиг ветра. Сон весенний, вкуса первой череши, Нас укроет от печали чужой. Не смотри сейчас строго, Помолись за нас Богу. ПЕСНЯ ПЕСНЯ И на земле, на огромной земле, Я не один, если ты думаешь лишь обо мне. Даже когда тишина выкарала до тла, Ты перекла, ты меня как могла берегла. И на земле, на огромной земле, Я не один, если ты думаешь лишь обо мне. Я не один, если ты думаешь лишь обо мне. И на земле, на огромной земле, Я не один, если ты думаешь лишь обо мне. Я не один, если ты думаешь лишь обо мне. И на земле, на огромной земле, Я не один, если ты думаешь лишь обо мне. Продолжение следует...